Сегодня у нас необычный формат встречи и вот давно мы никого не приглашали к нам в эфир и вот здесь так получилось что нам удалось заманить сюда трех больших специалистов в трех областях это политология экономика и социология Арсен Нуриджанов Севолод Спивак и Владимир Савичев такое количество научных степеней и достижений немного меня смущает я выбираю роль модератора и роль человека который будет распределять вопросы между людьми надеюсь что мы сможем оценить ту ситуацию которая сложилась сейчас в республике и в россии более или менее научной точки зрения потому что очень много досужих домыслов разговоров обсуждений мнений мы уже видим интернете хотелось бы услышать и понять как на это реагируют люди с ну скажем так с более высоким уровнем понимания этой ситуации первая тема нашего обсуждения это события 23 января в россии в целом и в особенности в уфе в башкирии что это было как это отразится на ситуации в республике и очень хотелось бы понять исходные мотивы тех кто вышел на улицу вот это достаточно большая толпа людей самая большая с 2005 года как оценивают наблюдатели эту ситуацию ну и первый вопрос вернее первым спикером я наверное думаю что будет владимир леонидович в том смысле что ну интереснее всего это понять с точки зрения источников вот этих вот возмущений был ли это только навальный или какой-то комплекс проблем республики это безусловно комплекс за навального бы столько не вышли у нас были другие прецеденты когда летом хорошую погоду выходил не больше трех тысяч человек сейчас вышло гораздо больше и объяснять это все только навальным невозможно это конечно фундаментальные причины прежде всего стагнация экономической который есть который естественно сопровождается снижением доходов значительной части населения и очень неравномерной дифференциации доходов это второй момент те проблемы которые возникли в результате преодоления кризиса коронавирусной инфекции когда люди начали терять близких людей возник чистый эмоциональный такой момент связанный с тем что они видят насколько неудачные управленческие решения принимаются и это приводит не просто каким-то там денежным потерям приводит потерям близких людей это очень серьезный момент это недооценивается на самом деле ну и конечно триггер нужен был триггер триггером появился это был повод для того чтобы выйти повод для того чтобы что-то высказаться но вот к этому поводу подсоединились еще и свои какие-то небольшие группы со своими интересами со своим желанием заявить о себе обозначить свою значимость поэтому то что мы видим это такой конгломерат очень разных мотивов очень разных социальных групп очень разных целей которые они перед собой ставят но появился единый повод который их вывел они посмотрели друг на друга из к льду у нас оказывается много и они получился такой эффект взаимоусиления поэтому как бы все только на навального ориентировать невозможно потому что мы видим что в москве например вышло даже меньше людей чем выходила в пиковые митинги с навального то есть это вот тоже говорит о том что там как бы немножко другие причины чем просто связаны там с фильмом или с возвращением навального и поэтому рассматривать эти вот события только через призму навального было бы неправильно здесь есть фундаментальные факторы вот надо их понимать мы на мой взгляд попадаем здесь очень нехорошую вилку то есть либо это очень сильное влияние навального в республике либо это такое обилие проблем которые у нас накопились именно в регионе что вот это вызвало вот такую отклик у населения какая из этих версий ну-ка сказать более правдоподобная так понимаю вы уже ответили что это не только навальный да но не только проблем нашего региона потому что проблем носят более такой глобальный характер они характерны в целом для всей ситуации в мире идет по сути обрушение прежней модели жизни прежней модели получения дохода и люди конечно немножко дезорганизован то есть понятно что за год очень многие потеряли но они не понимают причины этого всего тут я не соглашусь уфа показала численность вышедших на улицу существенно выше многих крупных городов россии и говорить о том что это везде одинаково наверно не получается то есть чаябинск нет там пермь нет даже екатеринбург меньше уфа и третье место в россии это еще один фактор но тут опять же вопрос спорности цифр потому что разные цифры называют я все-таки ориентируюсь на цифру 5000 мне кажется наиболее тем не менее она выше чем и даже цифра 5000 выше а это просто говорит о том что у нас немножко сменилась парадигма внутренней политики и вот игра в протест она стала но такой как бы общепринятый есть вообще на федеральном уровне понимание что регионы периодически начинают пугать федеральный центр разными сложностями которые у них там есть например меркушкин пугал тем что у них там рост национализма мордовии хотя если мы посмотрим марта на это самое не то что миролюбивая тот этнос который уже как бы понял для себя новый путь трансформации и идет по нему то есть там то что касается там мордовского этнического какого-то протеста это ну это абсолютно единицы но тем не менее умудрялись испугать вот у нас такая же ситуация возникла то есть когда появились определенные так скажем силы определенные люди для которых очень интересно продемонстрировать этот протест для которых очень интересно там показать что вот они нужны потому что этот протест надо как-то вот сглаживать как-то его убирать и поэтому где-то вот эти моменты они инициируются причем инициируется конечно негласно инициируется не в открытую но вот результат этого мы увидели там же действительно для уфы это немножко необычное количество вы сейчас говорите о том что во многом некоторые группы протеста были условно говоря инициированы были сподвигнуты на этот процесс протест непосредственно теме кто занимается у нас внутренняя политика я правильно вас понимаю никто занимается внутренней политикой потому что здесь вот надо быть очень точны а те люди которые могут инициировать фактор влияющий на внутреннюю политику они потому что здесь говорить о том что у нас как бы все политические ресурсы только в белом доме это не совсем правильно согласен ну тогда логично вопрос экономисту все вот вам насколько действительно под недовольством населения в целом по россии и в республике лежит но вот то падение экономического уровня который мы наблюдаем это бесспорно она существует конечно насколько это достоверно и насколько коррелируется между собой степень от этого протеста и степень там падение уровня жизни или там например реальных доходов населения реальный доход населения на самом деле падает и что самое страшное это то что мы уже не видим путей выхода из этого тренда то есть мы не можем сказать какие драйвер роста должны быть политика власть уже оторвалась от бизнеса и она даже людям не говорит то что происходит она говорит совсем другим на другом языке вот и в дальнейшем я думаю будет только ухудшаться то есть люди на самом деле не видит откуда должен быть драйвер роста экономического это проблема информирования или это фундаментальная проблему состояния на данный момент то есть это мы плохо условно говоря правительство там экономический блок плохо говорит о том что он делает или действительно там все очень плохо ничего не делается проблема в том что управляющая верхушка уже в принципе не понимает операционно как строится бизнес как он регулируется что происходит бизнес-процессе у них есть некий набор цифр на которой реализируется но которые без понимания суть явления они лишь обману то есть мы допустим видим увеличение заработной платы ну что такое увеличение заработной платы это по сути происходит просто обеление экономики то есть фактически люди опережающими домами теряются теряют доходы те которые у них были но при этом в статистику выходит рост заработной платы тоже с такой самый допустим с ростом ввп то есть мы видим интересный пример когда у нас последние несколько лет падает в ввп да и при этом ну или там в районе нуля но колеблется и при этом мишутин гордится тем что на 80 процентов собирается налоги откуда эти налоги собираются конечно из тех доходов которые раньше не были учтены и задача правительства в данном случае же это не максимально собрать налоги обеспечить достойный уровень жизни граждан и достойные до доходы и в этом плане налоги это или доходы это вторично раньше люди зарабатывали и могли их тратить сейчас они их не могут тратить я правильно понимаю что сработала некое интуитивное понимание населения которое ну не особенно разбираются каких-то сложных экономических процессах но сработала интуитивное восприятие того что ситуация ухудшается и как бы что там ни говорил телевизор но люди условно говоря уже больше смотрит ни в телевизор а в холодильник но смотрите часть людей на самом деле это просто чисто это не импульты на понимание то что они чувствуют то что как это не происходит это одна часть людей Вторая часть людей, которые понимают и думают, они видят телевизор и понимают, что те космонавты говорят о чем-то непонятном для них. То есть, вот то, что говорят они, и то, что происходит здесь, это колоссальный разрыв. То есть, получается, что у нас есть две основные проблемы. Первое, то, что население традиционно, ну, это, наверное, всегда так было и будет, не вдаётся в детали экономических процессов, не понимает, что им говорят, как выразились, космонавты в телевизоре. А второе, что мы действительно имеем, ну, некое увядание экономики, то есть, деградацию основных отраслей и прочее, прочее. То есть, вот мы сейчас на примере, скажем, ЖКХ видим, ну, отчётливый тренд на деградацию отрасли, потому что, ну, ей не занимались там 30 лет, не вкладывали в неё существенные деньги. И сейчас, как бы, ну, помимо того, что, скажем, там, тот же БАШ РТС активно качает деньги из населения, там, всякими легальными не очень способами, но спорить, наверное, никто не будет с тем, что изношенная сеть, соответственно, стоимость подачи тепла и прочее, любых ресурсов там в этой области, она возрастает. То есть, две проблемы – информирование и объяснение населению, что делает правительство, и, как бы, деградация экономики. Есть ли потенциальная возможность, ну, выбраться из этих проблем и решить их там последовательно или параллельно? Или мы там стоим перед какой-то бездной? Смотрите, две проблемы – деградация экономики, информирование насходится в одну. То есть, правительство перестало понимать, что происходит. У них другая парадигма, да. И это всё в конечном счёте упирается уже в политику. То есть, для того, чтобы люди понимали, что происходит с экономикой и чувствовали это, и хотели что-то исправить, должна быть с тем обратной связи. Честные, открытые выборы, политическая конкуренция дают обратную связь. Когда этой обратной связи нету, надеяться на то, что кто-то сам придумает и реализует, так не бывает, вернее, так бывает, но это заканчивается через 4, 5, 8 лет. Но это невозможно 20-25 лет генерирует новые идеи, оставаться в контакте с изменениями. Для этого есть смена власти, для этого есть выборы, для этого ты должен иногда проигрывать, иногда выигрывать. Возвращаясь к вопросам 23 января, то есть мы немножко ушли в сторону глобальных экономических проблем, которые, безусловно, лежат под протестом. Я вот теперь задам вопрос Арсену Эдвиновичу именно с точки зрения структуры протеста. Наверняка вы внимательно отслеживали, смотрели, как выглядела вот эта протестная масса 23 января. Насколько она, по-вашему, изменилась качественно в возрастном аспекте, в интенсивности, агрессивности требований, по сравнению с предыдущими крупными акциями, которые были в Уфе? Так, наверное, будет корректнее сравнивать, да? Хорошо, все-таки я приведу пример к тому, что говорил Сева. Вот смотрите, мы все помним, что во время начала ковидных всех мероприятий достаточно много верховная власть, республиканская власть говорила о поддержке малого бизнеса. И приводился там целый огромный перечень, если так послушать, то там десятки было различных вроде бы инициатив, которые должны были поддержать малый и средний бизнес. Но в реальности все это сводилось к тому, что это практически никем не было востребовано и никем не было использовано. Потому что это как раз было абсолютно абстрактное представление о том, чем надо помочь бизнесу, не понимая сути самих бизнес-процессов. С этим я полностью согласен, да. Если посмотреть в разрезе, кто же приходил на эти протесты, то мы увидим совершенно несвязанных и необычных в обычной жизни собой персонажей. Но давайте начнем по возрастному критерию. Нам тут говорили, что Навальный приглашает детей и основную поддержку будут оказывать дети, старшеклассники и так далее. Мы видим, что фактически этих детей не было. Это была молодежь, это были студенты, это были люди средних 30-40 лет и, кстати, очень небольшое количество пенсионеров. В отличие, например, от некоторых регионов, где количество пожилых участников было гораздо больше. О чем это говорит? О том, что прежде всего часть пришли словить так называемый хайп. То есть это для многих было просто интересное развлечение. Они пошли туда как, ну, вы знаете, что-то новое. Вот они, так сказать, там были на дискотеке, в караоке. А вот теперь вот митинг. Это какой-то дополнительный движух. Они туда пошли. При этом основная масса так или иначе знала про Навального. Достаточно большое количество видео у его фильм «Дворец». Может быть, не полностью, но частично видела. Но при этом движущая сила этого, так сказать, прихода была как раз не защита Навального, как таковая. Ну, то есть, конечно, достаточно много было людей, которые пришли из-за Навального, потому что посчитали, что он несправедливо посажен под арест и так далее. Там и подобное все, что с ним происходит. Но основная масса пришла, потому что события, которые предшествовали в течение года, 23 января, они так или иначе создали к этому предпосылки. Ну, вот здесь я соглашусь по поводу детей и стариков. Странно, кстати говоря, вот это вот отсутствие большого количества пенсионеров, потому что они традиционно как бы все-таки участвуют в этих вещах. Ну, и помятуя вот недавние вот этой попытки штурма Белого дома, когда там в основном были пожилые люди, которые по поводу отопления пытались достучаться, докричаться до Хабирова. Ну, да ладно, то есть ты констатируешь сейчас ситуацию с тем, что мы здесь в Башкирии видим на протесте людей наиболее такого активного возраста, да? Правильно я понимаю, что это не дети, не пенсионеры? То есть насколько это должно беспокоить власть в том смысле, что, ну, безусловно, подавляющее большинство людей, которые пришли на этот протест, они пришли осознанно. То есть кто-то, да, как ты сказал, пришел ловить хайп, но это будет всегда, то есть любое скопление людей обязательно... Да, но если мы посмотрим по целям, с которыми приходили на этот митинг, то мы увидим, что часть пришла за Навального, часть пришли люди, которые недовольны управлением республики и управленническими решениями республики. Ну, это вот и проблемы с Башкирии, это и проблемы транспорта, да, и чистки города, то есть это рассерженные горожане пришли, которые недовольны качеством управления власти. Но часть пришла людей, которые как раз, вот я согласен с Владимиром Савичевым, как раз часть пришли именно какие-то свои реализовывать свои цели. Вот тут мы плавно подходим к теме национальных, значит, аспектов. Мы все видели на этом мероприятии 23 января, ну, достаточно заметную роль вновь появившихся национальных объединений, да. Я с осторожностью буду говорить о том, что это организации, потому что, на самом деле, это не совсем еще организации, это что-то такое достаточно аморфное, но заявлена, по крайней мере, вот эта республика, впоследствии там были заявлены патриоты Башкортостана. Вот, соблюдая очередь, я Владимиру Леонидовичу, значит, адресую вопрос о том, насколько существенно сейчас роль национальных мотивов внутри протестов Башкирии, то есть насколько этот аспект, ну, национальная проблема, которая, ну, на самом деле существует, хоть ее иногда и отрицают власти, она бы, наверное, будет всегда существовать, да, то есть в том или иной степени. То есть наличие нескольких национальностей всегда определяет наличие какой-то проблемы между ними, да, то есть, ну, большой, маленький, средний и так далее. Но вопрос мой в том, насколько вот этот вот национальный аспект и национальные организации, вновь появившиеся на смену Башкорту или не на смену Башкорта, приняли активное участие в этом протесте, насколько они пытались воспользоваться, условно говоря, ну, иными обстоятельствами в свою пользу, и какова их перспектива, на ваш взгляд, ну, для развития или, там, для серьезного участия в политической жизни Башкирии? Ну, знаете, я бы не сказал, что у нас такие противоречия существенные, межнациональные существуют. Собственно говоря, эта проблема, она во всех запросах занимает такие низшие места. Это проблема самореализации тех активистов, которые хотят на этнической идее сделать себе имя, сделать себе некий статус и так далее. То есть, ну, можно сказать, монетизировать эту этническую идею. Поэтому у нас она будет настолько сильна, насколько она будет поддержана серьезными политическими игроками. То есть, я правильно понимаю, что вы все-таки адресуете вот эту активность конкретным людям, ну, конкретным лидерам, условно говоря, вот этих вот вновь появившихся организаций, а не к запросу внутри этносов на корпус. Я бы сказал, что это... Ну, пока это кружки, да. Да, кружок активистов, которые хотят на этом сделать какую-то организацию, что-то возглавить. Это наиболее простейшее и наиболее часто применяемое объяснение любых подобных проявлений. Но я все-таки еще раз задам вопрос. Вы исключаете необходимость и потребность внутри этноса, ну, конкретно, например, башкирского этноса, в какой-то реализации, вы исключаете то, что внутри башкирского сообщества существует какое-то недовольство тем, в каком состоянии находится сейчас. И это вовсе не конфликт с другой национальностью, а скорее, наверное, предполагаемый конфликт с властями. То есть, вот это не может быть движущей силой вот этих событий. Любая, любой этнос, он объединяется не только языком, территорией, культурой, историей, он еще объединяется и видением будущего. То есть, кто мы будем завтра? Зачем мы вот здесь все объединились? Сегодня есть, безусловно, кризис вот этой идеи будущего у башкирского этноса. Потому что то, что произошло в годы советской власти, по сути дела, государство предложило свою концепцию развития и как-то не сопротивлялись, но в итоге эта концепция развития оказалась очень удачной. Потому что, давайте посмотрим, у нас Пустая Карим, да? Фигура, все прочее. Вот 30 лет как бы суверенитета республики. У нас есть деятели культуры, сопоставимые по авторитету, по значимости Пустая Карима? Конечно, Радих Ильякшин. Ну, знаете, это может быть здесь, а на уровне Российской Федерации это вообще никак. То есть, если мы говорим о Расуле Гамзатове, Чингизи Атматове, Мустая Кариме, это Сайфи Кудаши, ну, там еще был ряд имен, которые, в общем-то, были известны на союзном уровне. Сегодня есть такие имена. Сегодня, ну, ладно, там можем говорить об Абдарзаковой, но они в очень таком узком сегменте любителей оперного пения. То есть, это не настолько значимое явление, как, допустим, был Мустая Карим. То есть, мы видим, что эти 30 лет, они, в общем-то, не дали такого эффекта с точки зрения развития культуры, этноса, как то, что было в советские времена. То, что говорится, вот там, зажимали, не давали и так далее. Но подождите, мы видим, сформировалась техническая интеллигенция, сформировалась гуманитарная интеллигенция, сформировалась огромная прослойка учителей. Уже это не единицы, это действительно социальная группа очень мощная. Люди получили образование, там, медицинское и так далее, и так далее. Мы сегодня видим что-то похожее. То есть, это было же абсолютная новизна. То есть, это в этносе появились совершенно новые люди. Совершенно новым видом, совершенно новыми возможностями, совершенно новым пониманием кадровых лифтов и так далее. Сегодня это есть? Нет. И вот возникает такая проблема. А как сегодня найти вот эту новую какую-то тенденцию, как сегодня организовать эти кадровые лифты? Я тогда задаю вопрос встречный. Значит, вы констатировали, ну, действительно, это на самом деле был вопрос скорее риторический, да? То есть, и вы констатируете некий кризис перспектив для этноса на фоне того, что мы видели определенный участок развития в советское время. В рамках той парадигмы, к которой привыкли. То есть, по сути дела, вот то, что сегодня предлагают все центры, которые там озабочены неким развитием башкирского этноса, вот почему-то нет таких центров у русских, у евреев, у немцев, у латышей. Хотя, как бы, все живут, все развиваются, но нет такой проблемы, такой озабоченности. Нет, это скорее вопрос масштабов, то есть, нельзя сравнивать, условно говоря, там, немецкую нацию с башкирской по размерам и по обстоятельствам существования. Я имею в виду немцев, которые живут, вот остались еще у нас здесь. Этнические группы башкирии. Кто должен быть генератором вот этой концепции, вот отсутствие которой мы выяснили вот с Владимиром Савичевым, да, значит, вот мы констатировали, что этой концепции нет, а все, что предлагается, все отвергается, либо является очень архаичным. Не совсем. Кто будет генератором этой концепции? Не совсем, Владимир Савич сказал, он сказал немножко по-другому. И тут единственное, что я могу сказать, первое. Действительно, 30 лет назад при поддержке государства существовала система, которая помогала становиться таким, как Мустай Карим, да, литературный институт переводчика в Москве, да, то есть, целенаправленная программа федерального развития национальных меньшинств, у нас республик. Выделяемые на это деньги. Сегодня этого нет. Мы вступили в другую эпоху, да, у нас теперь капиталистическое перераспределение. Кто должен быть? Так сам вот башкирский этнос должен сам быть этим вот спонсором своих Мустаев-Каримов. Должен строить бизнес, и с этого бизнеса оказывать боготворительность, как раз помогать писателям, поэтам, музыкантам. Но этого не происходит. Это слишком абстрактно звучит. Ну, как слишком абстрактно? Нет, это не абстрактно как раз. Это как раз ситуация следующая. При советской власти привыкли сиську сосать, грубо говоря. Понимаете? Советская власть кончилась, и все, и растирались. Ну, так, ребята, надо самим соорганизовываться теперь. Уже больше нет некого. Сегодня нет такого, и не будет больше никогда такого, чтобы кто-то этим занимался. Пока не будут заниматься сами. Вот осознание этого, в этом как раз и лежит кризис. Чем быстрее осознается, тем быстрее кризис пройдет. Тогда логично передрисовать вопрос экономисту. Насколько вообще реалистичны подобные сценарии, которые Арсен предлагает, когда он говорит, что, ну, как бы, некое этническое сообщество должно и может там самоорганизоваться, выработать какие-то экономические, финансовые ресурсы и начать там спонсировать, условно говоря, там, ну, там, концепцию развития национальности, там, поддержку национального языка, культуры, там, и так далее. Вообще, это жизнеспособная идея, или, так скажем так, компонела в чистом виде? Нет, я соглашусь, наверное. Вопрос в том, что, если бы была бы потребность в том, чтобы формировать некий Муста Каримов, была бы потребность там в национальной культуре, в национальной литературе, в национальных фильмах, то количество башкир, около двух миллионов, да, если не ошибаюсь, там, как считать? Как считать, да, то есть, ну, не башкирия в целом, то их вполне достаточно для того, чтобы формировать устойчивый спрос на продукты, собственно говоря, как и культура, да, так и, собственно говоря, какие-то бытовые вещи, конечно. Конечно, другой вопрос в том, что раз этого спроса нету, значит, существующая система, в принципе, подавляющее большинство тех, кто в ней находится, удовлетворяет, они считают ее себе вполне адекватно. И здесь я возвращаюсь о том, что мне кажется, я могу ошибаться, я не нахожусь же внутри этого, проблема, которую сейчас мы обсуждаем, она в значительной степени искусственная и политически мотивирована. — А, вот даже так, то есть вы утверждаете, что реально не существует запроса на развитие башкирской культуры, не существует запроса на развитие, скажем, там, каких-то талантов и, ну, там, каких-то выдающихся людей, ну, я не говорю уже там о сувенирной продукции и прочих вещах, то есть вы полагаете, что этого запроса внутри этноса не существует? — Он не существует в той степени, чтобы перейти из абстрактных хотелок в конкретный спрос. — Ну, тут я соглашусь, да, с тем, что человек начинает за что-то платить ровно тогда, когда ему это необходимо. — Конечно, 2 миллиона человек, это вполне достаточно для того, чтобы формировать, собственно, идентичность не только на уровне разговоров, но и на уровне предъявления спроса на какие-то продукты, культурные или, там, материальные. Его нету, это факт. — Очень неожиданный вывод, и вот, исходя из него, я тогда вернусь, вот, возвращаю мяч Владимиру Савичеву с таким вопросом. Мы действительно подходим к утверждению того, что все или почти все проявления каких-то национальных конфликтов и каких-то национальных запросов вот сейчас в Башкирии являются искусственными, инициированы какими-то, ну, там, будем полагать, корыстными в политическом смысле, например, группами или даже отдельными людьми. То есть мы сейчас подходим к какому-то очень опасному выводу о том, что все это какая-то игра, и кто-то ее затеял, и вовсе здесь не интересы народа под этим. — Вот я немножко не соглашусь насчет того, что спроса нет. Спрос есть. И если мы посмотрим, вот, существуют две модели восприятия культуры сегодня в башкирском сообществе. Вот, когда артисты приезжают на село, запрос на что? Вот, ты спой так песню, как мы привыкли. Вот, не надо никакой новизны, вот, мы так хотим, мы к этому привыкли, и вот, вот, спой. В городе обратный запрос. Ты покажи что-то новое. — Что-то новенькое. — Вот, вот, почему, допустим, в городе те же кверосы очень хорошо идут, потому что, да, для села, как, вы от канона отошли, вы что-то там делаете, неправильного делаете. А в городе наоборот, о, это новизна, о, это здорово, это развитие культуры, мы это поддерживаем. Спрос есть. Другое дело, что вот эта вот тенденция, которая возникла в 30-е годы, то есть 30 лет назад, эта тенденция, как бы, сепаратизации, вот мы отделимся, мы обособимся, и нам станет счастье. Вот она просто показала, что это тупиковая тенденция. Потому что сегодня культура, она тогда развивается, когда она взаимообогащается, когда она становится интегративной, то есть она обменивается. Опять же, курайсы, ведь они же взяли какие-то приемы, которые есть там в европейской музыке, там в российской, в азиатской и так далее. Тот же, там, Киркоров, вот он съездил в Турцию, там что-то там услышал, оп, у себя это вставил. Это нормальная тенденция сегодня по всему миру. То есть тенденция, так скажем, опираться на самые хорошие достижения, и из этих достижений чего-то выстраивать дальше, выше. А попытка это все окуклить, закрыть в некую такую этническую лагуну, она приводит к деградации. Потому что, а чем развиваться дальше? Если есть некий там канон, от этого канона нельзя отойти, все, развития нет. Это вот, допустим, с исламом такая же ситуация была, когда ислам вышел из этого канона, он стал очень активно развиваться, как там учение, как философия и так далее. И вот здесь то же самое проявляется. Но что тогда возникает у нас? Тогда возникает ситуация, если мы идем дальше, а куда мы идем? То есть это говорит о том, что... Отсутствие концепции. Башкир, как этнос, должны где-то пройти качественные изменения. Вот что покажет сейчас перепись весенней? То, что большая часть башкир стала городским этносом. У нас еще не понимают, в чем это... Ментальные изменения. Да, сдвиг сознания. А это уже есть сдвиг. Да, кто-то в первом поколении и так далее, но это сдвиг, безусловно. К этому не готово. И вот эта попытка найти где-то во вчера некий такой уникальный образец от того, что давайте мы вернемся к отчинным землям, или давайте мы вернемся к служебному сословию, или мы давайте вернемся к тем нашим просветителям, которые были там, типа Акмолы и так далее. Понимаете, когда вы повернулись в вчерашний день, вы в завтрашний день не придете. Вы будете ходить по кругу. Тут я немножко не соглашусь, потому что помимо, ну, безусловно, наверное, пагубных вот этих вот рефлексий, когда люди начинают пытаться решать современные проблемы при помощи там архаичных инструментов, тут я согласен с вами. То есть попытка найти вот в прошлом рецепты для решения современных уже нынешних проблем. Но существует еще ведь и историческая память, и историческое пристрастие. То есть вот, ну, наверное, никто не будет отрицать потребности человека в самоидентификации, в национальном смысле. То есть где бы мы ни жили, кто бы мы ни были, мы все равно пытаемся осознать свои корни. Во-первых, это никто не будет отрицать, но здесь есть одно но. Дело в том, что у нас примерно с 50-х годов сложился очень четкий тренд, который продолжается уже больше 50 лет. У нас в среднем 30% браков – это межнациональные браки. За это время у нас сформировались семьи, в которых там бабушки, дедушки и так далее, они из разных этносов. И даже формальный брак мононациональный, но выясняет, что человек-то воспитанный в поликультурной семье. У нас на самом деле в республике большинство, это не русские, не башкир, не татары, большинство, примерно 70% населения, это люди, воспитанные в поликультурной среде. Вот это новая реальность, от которой нас всячески пытаются оттащить и всячески людям пытаются сказать, ты определись, ты кто? И у нас сегодня есть уже среди молодежи очень значительная часть, которая говорит, отстань от меня с этим вопросом. Это вопрос такой дурной, типа, ты кого больше любишь, маму или папу? Вот и здесь. И люди не хотят вот этого самоопределения, их буквально силой втаскивают, они говорят, уйдите, мы те, кем мы есть. Вот у меня есть друзья, у меня есть родственники, я со всеми с ними хочу нормально общаться, а вы меня встаскиваете в какую-то другую идентичность, которая мне не нужна, она мне мешает жизни. Тем не менее, вы мастерски не ответили на мой вопрос. Я мастерски ответил на наш вопрос, потому что тут другой парадигмой надо мести. Я понимаю. Не парадигмой старых этносов. У нас сегодня общество перестраивается. Общество сегодня выходит на какую-то новую модель консолидации, на какую-то новую модель идентичности. Вот что надо изучать. А не пытаться людей механически, так скажем, разделить по сторонам. Я все-таки настаиваю на своем вопросе о том, что все те проявления национальных, националистических, условно говоря, претензий, которые мы сейчас наблюдаем, будь они искусственные или действительно искренние, являются ли они продуктом политической или даже финансовой корысти отдельно взятых групп? И это есть. Или это все-таки какое-то инстинктивное проявление? Люди ищут свою идентичность. Люди ищут тот круг, в котором им хорошо, комфортно, замечательно. И это, в общем, естественно для любого человека. Но когда им начинают навязывать некие модели, с которыми они не совсем согласны, это уже искусственные вещи. И вот то, что мы сегодня видим, это отчасти, даже не отчасти, а в значительной степени, искусственная попытка сконструировать некую вчерашнюю идентичность, которая уже не может нормально развиваться в современных условиях. Потому что чего хочет современная молодежь? Она хочет быть успешной. Но для того, чтобы быть успешной в Курганской республике, надо не обособляться, а надо интегрироваться. Надо быть своим для всех. И это другая модель идентичности. То есть у нас была сделана попытка сформировать башкорбстанцы. Ну, абсолютно искусственная идея. Она как бы не имеет под собой почвы, потому что, а где вот та вот культура и так далее, которая, допустим, обособляет нас от челябинцев, от татарстанцев, от ангуршцев и так далее. Это тоже все, это территориальная идентичность, это не политическая идентичность на самом деле. То, что у нас попытались сделать, но это тупиковый путь на самом деле. Вот у нас есть общегражданская идентичность, российская. И чем это хорошо? Это единый экономический рынок. Это единое научное пространство. Это единое культурное пространство. И здесь ты можешь быть, у тебя больше возможностей для развития. Потому что, если ты, допустим, талантливый артист, ты будешь талантливый для очень широкой аудитории, и ты действительно состоишься. А если ты выбрал себе очень маленькую аудиторию, вот посмотрите, мы в свое время восхищались прибалтами, для нас это была прям икона почти европейцы. Кто из прибалтов сегодня вообще как-то интересует кого-то из россиян? Вот я имею в виду из деятелей культуры. Никто. Из деятелей культуры нет, но технический прогресс они экспортируют очень успешно. Какой? Ну, например, программное обеспечение. Экспортируют, но не создают. Создают, в том числе. Создают это белорусы. Потому что в Беларуси на сегодняшний день 8%. Эстония сейчас крупнейший поставщик. Сколько процентов отвал внутреннего продукта они делают на IT-технологиях? Больше 10 в Эстонии. Где такие центры? Да, больше 10, да. Ну, где там такой центр? Вот, ну... Они экспортируют, они реэкспортируют, да. А вот то, что делают в Беларуси, вот, World of Tanks, это четвертая по капитализации игра в мире. Да, да, да. Она сделана так. То есть, помимо всего прочего, что у них есть там... Но она тоже главная. ...свайбером так далее. При этом она тоже главная. Естественно, естественно. А по-другому не может быть. Ну, я согласен. Я переадресовываю эту тему Арсену Нуриджанову. В каком контексте? Насколько ты можешь оценить, ну, вот, достоверность такого предположения, что, скажем, национальные движения, которые будут исключительно мононациональными, они уходят в прошлое, они непродуктивны, они не будут способствовать прогрессу, скажем, вот, в рамках, например, нашей республики. То есть, вот этот тезис господина Савичева о том, что, ну, неправильно замыкаться внутри своей национальности, внутри своей культуры, нужно, значит, обогащаться, обмениваться. Но, на самом деле, кто-то сейчас, кто нас смотрит, скажет, что речь пойдет о размывании национальной культуры, о размывании, значит, ну, там, условно, чистоты этноса, ну, и в конечном итоге потери идентичности. Вот как ты прогнозируешь перспективу развития национальных движений, там, вот, в республиках и в нашей республике конкретно? Ну, во-первых, я совершенно согласен с тезисами, что сегодня колоссальное количество смешанных браков, и, фактически, уже, так сказать, произошло это естественным образом, вот это вот разведение этого этноса. То есть, уже нет, нельзя что-нибудь сказать про чистых и нечистых, там, условно говоря, об Ашкирии, если мы говорим про… Ну, это даже уголовный кодекс нам запрещает говорить о чистых и нечистых. Ну, да, ну, к примеру, да, в данном случае я сейчас просто подключаюсь к той дискуссии, которая идет вот в национальных сферах, да, этого сегодня уже нет. Более того, смотрите, что произошло. Мы, фактически, переходим в новый этап. Вот эти 30 лет, которые были, это, фактически, переходный такой был период от социализма к капитализму, потому что мы еще в течение 30 лет мы только осознавали, где мы находимся. Вот сейчас нынешняя молодежь, да, вот это поколение, там, Z, по-моему, да, оно сегодня как раз уже идентифицирует себя полностью в рыночной экономике, да, в экономике, и те парадигмы развития, которые она предполагает, они сегодня как раз не дают ей возможность зацикливаться на какую-то одну, там, ну, национальность или страту или кого-то другого. Сегодня им надо, им нужен весь рынок, и вот, так сказать, работа по всему рынку, она сегодня входит в противоречие с той архаикой, которую нам сегодня насаждают. И поэтому, вот, среди участников мы видим, есть люди, которые действительно пытаются, ну, понимаете, это эффект Куштау, да, то есть, когда Куштау поддерживала вся Республика... Хорошо, ну, я хочу сказать, как Куштау поддерживала вся Республика, но какие-то, так сказать, товарищи считают, что это больше их сегодня, значит, победа, и они пытаются эту победу экстраполировать на все области, так сказать, жизни, там, политической... Это обычная политическая технология присвоения, как бы, победы, это нормально для, там, политической борьбы, это всего лишь прием. Я говорю, все-таки, задаю вопрос о том, насколько ты полагаешь жизнеспособным создание, вот сейчас идет некий процесс создания, возможно, он не увенчается успехом, неких национальных объединений. А мы уже видим на, ну, на, так сказать, итогах вот с 2000-го года, я же достаточно хорошо знал многих идеологов Союза Башкирской молодежи, да, и, так сказать, там, приятельствовал и с Айратом Дмюхамедовым, и, кстати говоря, защищал его на... Как, так сказать, свидетель выступал в Польше защитно на суде его. Уже это было понятно с 90-го года, когда еще наслаждался вот этот тезис суверенитет республиканского, ничего не получилось, а сейчас, тем более, это не получится, и мы видим, что, как они создаются, эти различные группировки, с такой же легкостью, мгновением они разрушаются, переформатируются, и мы их достаточно много видели, да, и Кубуре, и вот признанные экстременческие организации Башкор, да, и сегодня его фактически дублеры, да, различные, там, республика или патриоты Башкортостана, все это фактически, на мой взгляд, сегодня нежизнеспособно. Насколько существуют в России, ну, в российской экономике, в механизмах регулирования этой экономики, насколько существуют ресурсы и возможности не допустить, условно говоря, вреда от, ну, появления каких-то, значит, ну, условно, сепаратистских процессов внутри регионов, да, то есть, ну, условно говоря, если вдруг какой-то регион начнет говорить о том, что мы там едим только башкирское и там и продаем, и покупаем, и на конкурсы допускаем только башкирское, насколько Российская Федерация способна, во-первых, ну, ее экономика этому противостоять, а вторая часть вопроса – это, насколько вообще это может нанести вред, ну, потенциально для нашего развития, там, притормозить его или даже обернуть спять. Ну, сначала я вопрос запомнил. Сейчас хотел сделать ремарку по относению того, что мы раньше говорили. Мы очень часто говорили слово «искусственное», мы говорили о том, что национальное движение – это ангажировано либо личными амбициями, либо условно финансовыми интересами, но, несмотря на то, что я сказал тезис, что сейчас не чувствую спроса на эти движения, тем не менее, я общался, я знаю людей, которые искренне переживают за свой язык, за свою культуру и которые стараются что-то с этим сделать. Поэтому в той мере, пока я не знаю тех людей, которые сейчас возглавляют протест, и даже в той мере, несмотря на то, что мне не нравится та агрессивность, которую на себя заявляют, я предпочитаю исходить из того, что, не имею точно доказательств на руках, что они добросовестно любят свой народ и стараются как-то остановить, может быть, размывание. Мне кажется, это позиция более конструктивна, нежели изначально всего лишь все сводить в искусственность финансовую накачку. И на самом деле эти люди есть. И мне жалко смотреть на людей, которые искренне переживают за свой народ и, к сожалению, которые не могут найти инструментов, будучи в небольшом составе активистов, для того, чтобы справиться с тем, что на самом деле происходит размывание. Но это прежде всего вопрос не к внешнему окружению, это вопрос к их этносу. Если спрос будет, они смогут это сделать. Никто снаружи, сверху, снизу не сможет им в этом помочь, пока они сами не смогут. Это раз. То есть ждать инструментов от власти не стоит? Конечно нет. То есть когда говорят, что «а вот дайте нам возможность развиться, создайте нам центр, дайте нам офис, дайте нам бубен». Нет. Смотрите, в бизнесе всегда неудачный менеджер всегда рано или поздно приходит к соску и говорит «дайте инвестиции». То есть это всегда. То есть если ты плохо управляешь, рано или поздно ты скажешь, что у меня просто мало денег, вместо того, чтобы использовать альтернативные варианты. Любые инвестиции снаружи, они могут лишь на какое-то время замедлить этот процесс. Возможно, талантливому менеджеру это даст возможность переформатироваться. Но в принципе, в любом случае, должна быть внутренняя консолидация. И я не соглашусь с тем, что нет шансов на их самостоятельную развитие. Конечно, есть. Если они смогут найти какой-то, станут более открытыми и смогут найти новый способ реализации. То есть вот примерно вот так вот, наверное. Это вопрос к ним, мы не сможем. Вот смотрите, мы же видим опять-таки Грей, певец, он собирает же стадион, это здорово. Я не понимаю эту музыку. Это не моя, но я рад, что есть люди, которые приходят. Или фильм по Мустая Кариму «Сестренка». Но он же собирал. На самом деле, он вытягивал выручку кинотеатров. По половине, по две трети выручки кинотеатров у нас в Уфе. Это собирал этот фильм. Это значит, конструктивный, нормальный продукт способен собирать. Вот если этих продуктов станет много и создается некая экосреда, то вполне возможно, что движение придет на другой уровень. Это вот первое, что я хочу рассказать. Относительно сепаратизма, да, вы, наверное, о промышленном патриотизме, который Радий Форисович, да, говорил? Скорее о промышленном патриотизме. Во-первых, я считаю, что, ну, я оппозиционный настроен, но, тем не менее, сам по себе промышленный патриотизм, как то, что ты стараешься употреблять то, что у тебя выросло, ну, мне кажется, это присуще каждому человеку. Я в деревне стараюсь покупать молоко из себя от деревни, да, это нормально. Вопрос, в какой форме он реализуется. Реализуется он в форме поддавления конкуренции. Ну, в этом плане у нас есть ФАС, у нас есть прокуратура, у нас есть вся система власти, которая способна это подавлять. Либо это реализуется в форме предпочтений. Ну, сложно такое в концепции. Я, честно говоря, и это связано не с экономикой, это связано, прежде всего, с возможностью удержания структуры власти в России. Но государство не имеет права иметь предпочтений в экономических аспектах. Государство должно руководствоваться целесообразностью и выгодностью для экономики, так ведь? Еще раз, почему? То есть государство не имеет права иметь предпочтений, то есть вкусовщина не должна возобладать, скажем, при проведении, например, конкурсов. То есть есть простые, понятные критерии. Дешевле, эффективнее, качественнее. А вот нравится, не нравится, вот это уже, наверное, все-таки не тот аспект для экономики. Ну, смотрите, руководитель региона должен, в первую очередь, заботиться о интересах своего региона. Он, в принципе, о нашей Конституции, он должен заботиться, в первую очередь, о нашем регионе, выполняя формально требования федеральной власти. Конечно. Формулируя тех задания, вы всегда можете сформулировать таким образом, чтобы, в принципе, приблизить ее к тем, что есть к нашим производителям. Но это преступление. Почему? Ну, так старыхтует закон. Ну, это как посмотреть. Это нарушение конкуренции. Так, по крайней мере, говорят российские законы и ФАСы и все прочее. Нет, я все-таки о другом. О том, что насколько попытка радикализировать вот эти вот внутри национальные отношения, попытка выделить интересы одного этноса, может или не может повлиять на экономические процессы или, например, на них повлиять негативно? Или это все-таки где-то сбоку? Ну, смотрите, если радикализация, любая радикализация, конечно, ухудшает качество инвестиционной среды. Да, видите? Ну да. И в этом плане инвестору, конечно, лучше не идти туда, где есть какие-то радикалы. Это уже тоже понятийный момент. То есть, когда со стороны внешний инвестор, самый ценный, самый желанный внешний инвестор, который приходит не с обещаниями, а с деньгами, если он смотрит на регион и видит, что там какой-то, извините, бардак происходит, и невзаимодействие между населением или группами населения, властью и еще и какие-то прочие конфликты, наверное, этот инвестор как-то постережется. Это риск, конечно. Реплику можно? Да, конечно. Вот на самом высшем уровне республиканской власти, например, шла дискуссия о том, Башкирия или Башкортостан, потому что часть инвесторов свыше стан Пакистан. Пугается. Пугается, да. И вот это, так сказать, тоже одно из таких вот моментов. Ну, это самые плохо изучавшие географию инвесторные. Слушайте, инвестор не должен быть отличником по географии, он должен иметь деньги и желание их вложить. Ну, не можем не поговорить о Куштау, и особенно в контексте уже вот случившихся потом событий, в том числе и политических, экономических. Сейчас бытует мнение о том, что, ну, вот Куштау, это был какой-то ящик Пандоры, что вот его открыли, и вот теперь, значит, ничто это не остановится, и дальше пошло какое-то там самоосознание, самоопределение башкирского народа и вообще населения, там, и так далее, и так далее. Ну, и традиционно сначала я этот вопрос адресую господину Савичеву. Как вы оцениваете возрастание вот этой вот политической инициативы после событий на Куштаве? То, о чем мы говорили, хочется вот один момент обозначить. В нашем обществе сегодня очень много разных групп интересов. Берем мы там татар, русских, берем мы там христиан, мусульман и так далее. Очень много разных групп интересов. И это обусловлено тем, что сегодня у нас другая ресурсная база, другая интеллектуальная база. У нас больше кругозуров мы выезжаем за границу, и поэтому дифференциация интересов, она только нарастает. Поэтому, когда мы с вами говорим о таких вещах, как этническая идентичность, здесь не надо думать, что там есть некое большинство. Там на самом деле конгломерат интересов. Если мы говорим власть, то же самое. Не надо думать, что это что-то такое монолитное, в чем там нет внутренних противоречий, внутренних интересов, конфликтов и так далее. И вот Куштаву интересно как раз тем, что это демонстрация того, на каких идеях люди могут объединиться. Потому что сегодня у нас в республике, это одна из таких сложных проблем, вокруг чего людей объединить. Вот Куштаву дал возможность объединиться, причем на той и другой стороне. В одном случае это было чисто административное объединение, в другом случае это было идейное объединение. То, что там самореализовались определенные активисты башкирского движения, это показывает, что для представителей других этносов, которые там участвовали, это было не главное. Главной для них была экология. То есть на этой земле должно быть чисто, хорошо, замечательно. А свои культурные права или интересы мы реализуем в другом месте и по-другому. Для нас это не принципиально. Вот это очень такой важный момент. Почему для башкир это было важно? Потому что в башкирском движении, а какие были победы, реальные победы за последний век? Никакие. Вот чисто в башкирском. Вот сейчас пытаются из Шимуратова сделать национального башкирского героя. Шимуратов был советский офицер. Причем офицер с очень шикарным послужным списком. Когда он был и нашим атташе в Китае, и возглавлял Кремлевский полк и так далее, извините, там его продвигали не потому, что он башкир. И не потому, что надо было для башкир сделать там военного героя. Его продвигали как советского офицера. Наравне со всеми остальными. С Рокоссовским, Горбатовым, Жуковым и так далее. Вот ты выполняешь свои обязанности, молодец. Ты великолепно это умеешь делать. Давай, мы тебя продвигаем дальше. И поэтому вот эта попытка сделать из него некого башкирского героя, она удивительна. Зачем? Ну, это отдельный вопрос. Я могу на него ответить, если хотите. Это вопрос тоже к Куштау. То же самое. Делать из Куштау некий символ того, что это победило башкирское движение, ну, для самоощущения некоторых людей это может и есть. Но для всех остальных воспринимают это по-другому. Нет, стоп. Я все-таки разверну эту в иную плоскость. Я не говорил о том, что Куштау стало каким-то триггером для башкирского движения. Я задаю вопрос о том, насколько вот эта очевидная победа на Куштау, то есть так она и трактуется, и так она воспринимается широкими слоями населения, насколько это будет неким навыком для дальнейших событий, политических событий, протестных событий. То есть насколько это именно тот ящик Пандоры или это не так? Это немножко не так. Дело в том, что из этого делают совсем неправильный вывод. Победа на Куштау была возможна только потому, что Федеральный Центр определил определенную стратегию ситуации, и в рамках этой стратегии ситуации вот тот выход, который был найден, был оптимальным. Назовем вещи своими венами. Федеральный Центр сделал шаг назад. Куда шаг назад? Назад, это назад. Куда шаг назад? Это ОЛГА кругом и ОЛГА. Подождите. В том смысле, что решение было кардинальным образом отменено. Чье решение? Ну, решение республиканских властей о том, что отдается... Но это не было решения Федерального Центра. Нет, Федералы на момент, когда возник этот конфликт, не участвовали в этом всем. Они вмешались в конце. Ну, мы имеем в виду формальную сторону, конечно. Мы понимаем, что внутри, как вы правильно заметили, что там очень неоднородно. И власть неоднородная, и экономические группы очень многообразны. И их лоббистские способности различные. Но формально, власть нечастливая. Это рвануло, потому что вроде как это в вяло текущем процессе так и продолжалось. И вроде бы там обо всем уже договорились год назад на уровне министра и так далее. Но возникла ситуация, которая несколько изменила соотношение разных сил, разных групп. И, как это очень часто бывает, когда что-то внутри меняется, нужен какой-то такой бой, который продемонстрирует изменение соотношений сил. Вот этот бой состоялся. Кто-то считает, что выиграли общественники. Это вот только благодаря общественникам и так далее. Это не совсем верно. Дело в том, что у нас подобные вещи без поддержки со стороны определенной элитной группы, определенной группы, которая во власти, не может быть. Естественно, да. Вот. Поэтому то, что здесь совпали интересы, ну и то, что потом федеральная власть смогла продемонстрировать, что, смотрите, мы сделали то, что хотели люди, это замечательно. Но с точки зрения политической практики, с точки зрения консолидации, то, что говорит, что власть совершенно по-другому видит ситуацию, да нет, там тоже живые нормальные люди. И когда они окунаются в гуще событий, они вполне адекватно все оценивают, и они вполне правильные решения принимают. Вот то, что мы увидели. Но, следуя вашей логике, тогда мы приходим к такому очень странному выводу о том, что Хабиров стал разменной монетой в этой ситуации. То есть, его же, он выглядел максимально нелепо в этой ситуации, то есть, отменяя собственные решения, значит, пытаясь, вот, очень неумело договариваться прямо на горе, а потом, ну, через день-два снова вступив в диалог с этими активистами, то есть, вы предполагаете, что кто-то там наверху, федеральный центр, разменял его, ну, решая эту проблему и утрясая вот эту ситуацию? Да, значит, что на Земле не проходит бесследно. И какие-то вещи, которые случаются, они имеют предысторию. Да. Вот. И здесь была определенная предыстория, почему, так скажем, сыграли именно так, а не иначе. Почему вот нужен был именно такой результат, а не другой. И понятно, что победила как раз та система, которая сильнее. И которая должна была сказать, что она сильнее. А, как бы, смотря на нашу республику, кто-то хочет сказать, что здесь у нас системы-то нет. Здесь есть объединение, но это не система. Группа поинтересована. И поэтому она всегда будет проигрывать системе. Там, где есть системность в принятии решений, в реализации какой-то стратегии, это всегда будет выиграть. Ну, и второй печальный вывод, это то, что вы предполагаете, что все-таки роль общественности, роль вот этих вот групп, которые там принимали участие, я не говорю о национальных группах, а вообще вот этих защитников Курштаву, это всего лишь роль статистов в чьей-то большой игре, да? Ну, самостоятельная роль, она была бы обречена, а вот то, что удалось найти слитность интересов, вот это и позволило выиграть. В итоге, в общем-то, общество получило то, что хотел. Ну да. То, что хотел в большинстве своем. Да, в большинстве своем. Опять же, это правильно очень ремарка, потому что разные есть группы интересов, разные есть понимания ситуации. Ведь на самом-то деле и решать те технические, технологические проблемы, которые есть у судов, тоже можно по-другому. Сегодня «Газпром» предлагает такое решение. Иван, что ли, СО2 не хватает? Вот у нас есть технологии, которые в качестве побочки выделяют огромное количество СО2. Давайте мы вот это все объедним, синхронизируем и решим эту проблему. Это уже как раз вот сейчас я переадресую вопрос Севолоду. Всех, безусловно, волнует экономические последствия того, что случилось там. Даже не на Куршталу, а потом в суде, в арбитражном, в нашем, вот этот неожиданный разворот в сторону федеральной собственности. Значит, ну и, в общем-то, попытки, которые сейчас начались, вялые, но начались все-таки как-то оспаривать эти все вопросы. Если можно, то кратко и понятно. Башкирия в экономическом плане проиграла здесь, вот получив новую вот эту вот конструкцию собственности? Или у нас есть все-таки надежда и перспектива, что мы хотя бы на том же уровне доходов останемся? Ну, опять-таки, ремарка по прошлому наступлению. На самом деле, когда мы говорим, что общественность получила в большинстве с тем, что хотела, вопрос, на самом деле, очень дискуссионный. И вопрос дискуссионный, на самом деле, насколько люди были готовы выходить за экологию. Для меня он дискуссионный, и более того, мы, наверное, сейчас не сможем сойтись, потому что опросы сейчас уже ничего не дадут, когда надо вглянуть в ситуацию до этой ситуации. Лично меня, мое возмущение, мое даже какое-то желание поехать, вызвало не совсем, не это гора, я ее очень плохо знаю, и по большому счету вопрос дискуссионный, ее разрабатывать или не разрабатывать. Меня вызвало то отношение власти и те непонятные люди, которые пришли подавлять людей, которые вышли вызвать свою позицию. И здесь может быть больше связи с 23 января, с Навальным, нежели с экологией, по большому счету. То есть, людям не нравится, когда их просто подавляют. Для меня это было значимой мотивации, я думаю, для многих других было значимой мотивации. Я уверен, что большинство населения Уфы мало себе представляет, что такое Куштау и мало дрожит. На самом деле, это горой не как символом, а как просто это горой. Ну, я так думаю, могу ошибаться. Если мы говорим о экономике, то я против того, что было на горе со стороны владельцев СОД, но при этом, с точки зрения экономической, они делали все правильно. Они пришли к власти, они договаривались, они предлагали бенефиций, они брали в себя бремя социальное, они поменяли один проект, они пошли ко второму проекту. А что еще должен делать нормальный инвестор в переговорах с властью? Естественно, когда все увидели, что власть не способна проводить принятое решение и гарантирует принятое решение в жизнь, естественно, что это разрушает инвестиционный климат. После этого мы увидели ситуацию с медной компанией, после этого мы увидели ситуацию с золотобывающими компаниями, после этого мы увидели ситуацию с домом, на шатаре ставели. Все, есть понимание того, что в принципе, я как предприниматель, я не понимаю вообще алгоритма, как здесь работать. Даже я не понимаю, с кем договаривался. Вот раньше было понятно, то есть при Муртазео Байдуловиче было понятно, если ты договорился, вот хоть ты треснем, но чиновники доводили некую историю до конца. При Хамитове стало так, вот вроде как бы может быть. Сейчас вообще ничего неизвестно. То есть ты договорился и непонятно, что дальше. Более того, сейчас появились контргруппы, когда твои договоренности начинают против тебя работать. То есть раз ты договорился, значит, надо торпедировать. Естественно, это разрушает инвестиционную среду. Это очень плохо. Вы не ответили на вопрос по БСК. Вот насколько то, как вот предположим, что вот устоит решение суда, все, и станет вот так. Это минус для башкирского бюджета или плюс? Вот коротко. Исходя из тех цифр, которые я видел в отчете БСК, это компания, которая достаточно эффективна с точки зрения тех целей и задач, которые, собственно, вставила, управлялась. Я верю в то, что в среднем частный бизнес управляется более эффективно, чем государственный. И, безусловно, я думаю, что это негативная история для нашей экономики. Ну и теперь аспект Куштау в части все-таки того, что так активно отрицает господин Савичев, то есть активное и эффективное участие каких-то социальных групп в этом всем. Насколько была изменена вот эта вот парадигма участия населения в каких-то серьезных вопросах после Куштау? Я во многом повторяюсь с вопросом. Насколько это теперь будет каким-то толчком, примером там опорой для дальнейших каких-то событий? Как ты считаешь, насколько это людям, условно говоря, развязало руки, то есть показало пример и так далее? Ну, ты знаешь, я не считаю Куштау проклятием Хабирова. Я считаю, что Куштау в какой-то степени это победа Хабирова. И победа федеральной власти и федеральной системы. Я тут, наверное, согласен. Над кем же? Над здравым смыслом. Победа здравого смысла вместе с системой. Над тем, что происходило. Потому что понятно, что можно представлять Хабирова нелепым на горе, но нельзя не заметить одного. Во-первых, Хабиров внутренне тоже не хотел разработки этой горы. Мы этого не знаем. Ну, это считывалось невербальным образом, это считывалось. Он и вербальному, он неоднократно подчеркивал, что это не его решение, а фактически, ну, только что прямую не говорил, что ему вывернули руки, настаивали на этом решении. И когда он увидел, что основные акторы, так сказать, население все как один стало за эту гору, у него появился козырь, с которым он пошел на федеральный уровень, и этот козырь был принят. Потому что если бы этого козыря не было, Хабировы бы, скорее это все не стали. Каким образом? Ты полагаешь, что Хабиров инициировал вот этот вот отказ от разработки Куштава? То есть, ты говоришь, что он пошел на федеральный уровень? Нет, но он пошел с этим козырем, он пришел, показал, что, ребят, смотрите, вот все население, собровое все население против. Да не было этого. Ну, как не было этого? Там была такая спонтанная ситуация, что... Ну, как этого не было? Подождите, секундочку. Ты хочешь сказать, что федеральный центр не отслеживал ситуацию, не анализировал? Ранее, чем Хабиров стал докладывать туда, он уже дал ему указание. Вот как было на самом деле. Ну, хорошо, но вот так он дал указание. Никаких козырей там не было? Совершенно верно, но потому что этот козырь был считан. И слава богу, что он был считан. Но, понимаешь, что Хабиров не приходил и не говорил, что мне делать, мне народ бастует. Это было и так понятно, понимаешь? И федеральный центр был поставлен перед фактом, спасать ему ситуацию или усугублять ее. Другой вопрос, что в этот момент вокруг горы объединились очень многие интересанты. И прежде всего гора, конечно, представление для меня не было экологическим памятником. На этой горе я учился кататься на горных лыжах. Это просто было уникальное место в Башкирии, географически уникальная гора. И лишиться этой горы просто было бы обидно. И вот различные люди приходили с различными идеями, почему они защищают эту гору. Отстояли Куштаву. Теперь часть у нас населения решила, что раз Куштаву отстояли таким образом, то теперь можно продавливать любое решение на республиканском уровне. По той же модели. По той же модели, да. Но огромная масса людей, поучаствовав в этом, она собственно отошла и занялась дальше своими делами. И сегодня вот этим занимается очень небольшая кучка людей, которые хочут получить то ли какие-то политические дивиденды, то ли экономические дивиденды. Но понятное дело, что я совершенно с тем в этом согласен, что их действия сегодня фактически идут в разрез всем интересам республики. Ну, это то, о чем говорил Владимир Криво, что существует некая объединяющая идея, которая может собрать людей, то есть это там экология, там благополучие, еще что-то, там дети, да. И существуют какие-то абстрактные идеи, которые не собирают больших, я так понимаю, сообществ. Ну, да. Если мы сегодня будем отказывать инвесторам, которые приходят за разработкой недр, то ну хорошо тогда, а что, чем нам зарабатывать? Ну, давайте вернемся тогда вот этому скотоводчеству, значит, этого, так сказать, миграционному там, что и будем, так сказать, жить в юртах и кочевать там по Зауралью, ну, баранов там даже там, лошадей разводить. Но, к сожалению, человечеству обречено разрабатывать недры нашей планеты, потому что потребление ресурсов с каждым днем увеличивается, да, количество людей растет, мы просто обречены на это. В этом и есть суть прогресса, что с одной стороны мы создаем блага, а с другой стороны, конечно, разрушаем вот родное гнездо. Но, к сожалению, вот, так сказать, нормальная диалектика лежит здесь в плане, вот, ну, так сказать, правильных пропорций этого. Вот я хотел о пропорциях. Как ты полагаешь, изменится ли модель поведения вот этот модус операнди властей в части обсуждения с населением там каких-то вот, ну, экологически напряженных проектов, то есть, ну, условно говоря, в каком-то районе планируется разработка там какой-то, значит, там ценных каких-то ископаемых, тоже золота, да, вот эти вот, медь и прочее. Насколько изменится модель обсуждения? Вообще-то формально обсуждают с населением, да, то есть, ну, по закону там собирают какое-то общественное слушание, но обычно там представитель совета там делал это все там на бумаге и прочее, да, сейчас ситуация несколько иная. Вот как ты полагаешь, насколько власти среагируют на вот эти вот посылы там к штаву и дальнейших событий, насколько изменят они эти подходы? Или просто там приспособятся к некому большему нажиму, но будут дальше действовать по той же схеме? Ну, смотрите, здесь есть два момента. Первое. Власть достаточно гибко приспособилась к протестам городского населения. Ну, условно, мы это видим по Руставеле, да, там еще, то есть, даже вот по развязке мы это видим, да, внезапно объявили развязку, люди возмутились и сразу власть там нашла способы как-то это погасить, там и Хабиров извиняется за то, что, так сказать, вот такие неудобства создают, да, или там он едет на Руставеле и останавливает вот эту стройку. То есть, все, что касается городского, здесь все нормально. Теперь с экологическими вопросами. Понятно, что разработка идет не в городе, да, а, так сказать, население. И власть должна просто более глубоко работать, так сказать, приходить туда и разговаривать нормальным языком, не ждать, когда кто-то соберет. Должна или будет? Должна будет делать, должна, да. Должна проводить не формальные обсуждения, а, так сказать, и не за пять минут до того, как она начинает копать, а заранее обсуждать, чтобы люди понимали, для чего это делается, что им это даст, какие они получат преференции, потому что все люди достаточно прагматичны. Если люди понимают, что это принесет им новые рабочие места, улучшение благосостояния, там, фермерское хозяйство, их получат новые рынки сбыта для тех же рабочих, которые будут там работать, ну, тут нормально все. И тогда финальный вопрос на эту тему. А как ты полагаешь, у нас в нашей нынешней конструкции власти есть люди и силы, которые способны таким образом изменить модель общения с населением? Ведь чиновники не поменялись, они, тот же Тажегинов как сидел, так и сидит. То есть, кто из них способен изменить вот этот модус операнди? Или это просто мечты? Да, тут вот, так сказать, задаешь такой вопрос, который надо бы, конечно, переадресовывать Хабирову, потому что качество управления власти, подбор на управленческие те или иные позиции, создание кадрового резерва и скамейки запасных, это вот то, чем должна заниматься по определению государственная власть. Но, к сожалению, вот мы видим, что здесь сегодня Хабиров запаздывает. И даже опыт предыдущего предшественника Хамитова, который критиковали за слабую кадровую политику, и вроде бы их Хабиров пришел с этой тоже частичной критикой. Но вот за два года мы видим, что достаточно слабо что-то подвинулось куда-то. Люди сидят практически те же. Часть чиновников сегодня, министров и других, подвергаются колоссальные критики, ну я критикую господдержку предпринимательства, Рима Бойцова критикую, сегодня только ленивые не критикуют Беляева за срыв ЖКХ, это и провал, фактически провал у башкирских двориков, и ремонта подъездов, и вот это с платежками, то, что творится БашРТС, это же не первый раз, а третий раз мы наступаем на эти грабли за последние три года, но это уже вообще никакие ворот не лезет. Понимаете, тут или министр не на месте, или население не на месте, тут просто другого быть не может, ничего. Но, к сожалению, ну и там и ряд других, соответственно, так сказать, там сейчас вот, ну практически по всему спектру таких вышедших управленцев есть определенная критика, замечание, ну вот этот Хабиров должен каким-то образом, значит, реагировать. У него же свои уже кончились, но нет вариантов. Да, вот это вот. Придется чужих набирать, да? Вот это вот, я вообще считаю, что это ошибка большая, так сказать, озвучивать вообще вот это вот, свои и не свои. Тут ошибся, конечно, правда, до сих пор пока не поправился, но надо себе находить силы тоже меняться и двигаться вперед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»